Сегодня 18 марта и сегодняшняя цитата называется «Как воспринимать похвалу и критику?» Нас хвалят и ругают. Если вы в материальном мире, вас будут и хвалить, и ругать. Когда кто-то критикует вас, он помогает вам стать смиреннее соломинки. Когда же вас прославляют, то вам говорят о тех качествах, над которыми вам стоит поработать. Шрила Бхакти Сидданта Сарасвати Такур говорит, «Как нужно себя чувствовать и что думать, когда кто-то критикует вас?» Нужно думать, «Кришна, спасибо, ты послал этого человека, чтобы помочь мне стать смиреннее травинки». Этот человек критикует меня и тем самым помогает мне стать смиренным. «Если никто не будет меня ругать и говорить мне, что со мной не так, то очень трудно будет стать смиренным. И теперь ты прислал человека, который указывает на мои недостатки. И я так горд, что даже не замечаю своих недостатков. Я считаю себя Божьим подарком этому миру. И ты прислал этого человека, чтобы показать мне, что со мной не так. Спасибо тебе за это. Это помогает стать смиренным». С одним из моих духовных братьев, которые много путешествуют по всему миру, мы шутим. Когда мы возвращаемся в Америку, особенно в некоторые храмы, американская культура отличается от европейской. У нас не было царя. Нет этой системы с привычкой проявлять столько уважения к лидерам. Нам всем нравится приезжать в некоторые храмы в Америке, потому что там, в тех храмах, мы становимся не такими важными. И мы все шутим на эту тему. Когда я путешествую, мне не дают и палец за палец ударить. Но когда я в этом храме, то оказываюсь в самом конце очереди за просадом. И мы не критикуем, нам на самом деле это очень нравится. Это очень хорошо. Я просто могу быть обычным. Иначе я буду считать себя особенным, потому что люди относятся ко мне как к кому-то особенному. Вам наверняка интересно, что же это за храм. Он называется храм смирения. И если вы хотите стать смиренным, приезжайте в этот храм. Ну, может, не совсем так, это шутка. Но нам, тем, кто много путешествует, здесь нам хорошо. Нас уважают и все такое. Но в Америке не так. И вторая часть. Что нужно думать, когда люди вас прославляют? Нужно думать, о, Прабу, я не такой, это не про меня. Но в сознании Кришны, понимание таково, что мы думаем. Прабу или Матаджи, смотря кто нас прославляет, говорит мне о том, что мне нужно развивать эти качества. Прабу, вы так добры, но на самом деле нам говорят о том, что нужно стать добрым. Так мы должны думать. Я вижу, что вы очень сострадательны. На самом деле она говорит, что вам нужно стать сострадательным, нужно практиковать сострадание, вам нужно практиковать доброту. Вот как мы это воспринимаем. Спасибо, что сказали мне, над чем мне нужно работать. Как однажды сказал Прабхупада, когда я вижу, как мои ученики служат мне, я учусь у них, как я должен служить своему духовному учителю. Когда вы прославляете меня, я узнаю, какие качества мне нужно развивать. И прошу ваших благословений. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я стал достоин этих прославлений. Каким-то образом, благодаря вашему сознанию Кришны, вы видите во мне эти хорошие качества, несмотря на то, что у меня их нет. Но по вашим благословениям я надеюсь, что смогу работать над этим, и когда-нибудь они у меня разовьются. Вот как нам нужно думать. Если кто-то критикует нас, это хорошо для нас. Это помогает нам сохранять смирение. Если же нас прославляют, то показывают нам путь, по которому нам нужно идти. Нам показывают, какие качества нужно в себе развивать. Поэтому в любом случае, это благословение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова